привет всем зрителям и подписчикам моего канала ну что ж в этом видео я хочу вам показать свои недавние приобретения что мне пришло на на почту но перед тем как я перейду к распаковке покажу что я заказал мне передали небольшой челлендж от канала magic money а ему соответственно канал укр коинс in banknotes ребята придумали такой челлендж выложить видео про свою самую куда необычную или интересную монету или покупку я бы хотел рассказать и показать вот такую вот интересную вещь который я купил не в украине мне так было так совпало что я побывал в румынии и в определенном вот таком вот замки но это необычный замок это замок графа дракулы друзья влад цепеш реальный такой персонаж который описывается в истории в википедии есть определенные о нем определенная о нем информация и вот такой вот необычную монетовидный жетон я себе приобрел смотря на то что я коллекционирую монеты украины это раз я коллекционирует монеты то здесь это не монета украины и это совсем не монеты так просто жетон сувенирный то есть но почему это такая вот монетка попала в эту рубрику потому что очень интересно она покрыта таким вот немножко капсула где-то я ударил треснула она покрыта вот таким вот лаком довольно интересно высокий такой довольно у него рисунок чеканка я не знаю чем это все производилось и вот такой вот персонаж будет напоминать мне о поездке в замок графа дракулы друзья знаете вот такой персонажа напишите в комментариях если да и чем он прославился конкретно что он вытворял в свои какой-то там 1431 год 1476 год вот такая вот необычная монетка ребятам привет кто мне передал этот челлендж андрей и сергей вам огромный привет и я передаю этот челлендж алексу с ними какой-нибудь сюжет про монетку которую ты купил и не понимаешь зачем она у тебя лежит в коллекции который не каким образом не дополняет коллекцию по тематике но просто для тебя было интересно и каким-то образом у тебя появилась ну что же давайте перейдем к покупкам что у меня пришло какие какие у меня были посылочки здесь у нас видим знакомый логотипчик это золотой слой я общаюсь с ребятами они мне очень хорошо консультируют они занимаются профессиональным покрытием золотом и серебром на любые поверхности но конечно моя тема это монеты украины я им отправлял там довольно давно до карантина еще разные монетки и давайте посмотрим как они выглядят это просто космос к таким монетам это монеты 10 гривен вот например покрыто реально золотом 999 пробы такая монетка что тут у нас еще это наша гривна у меня кстати в коллекции так и гривны и золотой вот такой вот и не было потому что я все разыграл в принципе если интересная тема друзья давайте пишите мне в комментариях я могу разыгрывать эти монетки потому что я заказал их запасом 19 год и в принципе он так как у нас в коллекции в эти монеты будут будут у нас они 20 год и 19 18 интересно что добавить еще какую-то разновидность вот таком вот покрытие золотом золотом да конечно в золотом металле настоящая от нбу такая монетка будет стоить но очень дорого и не факт что она появится вот но здесь вот можно получать можно реально заказать себе и эти монетки я уже разыгрывал на канале довольно прикольно смотрится просто кайф давайте что еще у меня тут довольно гляньте много их 2 гривны кстати 2 гривны да у нас так она не разыгрывалась надо посмотреть что там еще может быть еще что-нибудь разыграем это у нас 18 год очень круто смотрится так это из новеньких это новенькие десятки крас крас покрытый золотом просто кайф посмотрите обалдеть обожаю эту монету она очень красиво так прорисована машина я люблю морской флот мне нравится и это просто за счет того что там такие потрясающие вот изображения машин вот еще одна ну точно надо что-то с ней делать подумаем так это все то же самое и пожалуй все то есть гривна 2 гривны а тут могут быть разные года 19 год здесь у нас 18 год и а это тоже в качестве эксперимента я отправил такую монетку это у нас 5 копеек 5 копеек покрыта тоже золотом вот так она выглядит 2012 года обычно из оборота непонятно не пруф но выглядит довольно прикольно не знаю сколько сейчас камера может все передать ну что ж монетки вам показал такая вот золотая подборочка давайте посмотрим что здесь у нас друзья подпишитесь пожалуйста на этот канал потому что очень хочу чтобы подписчики росли и можно было делать еще больше разных интересностей проводить стримы подписывайтесь конечно этот канал больше ориентирован на интервью на интервью коллекционеров на какие-то такие инвестиционные темы иногда я выкладываю видите такие вот распаковки каких-то своих заказов которые давно сделал еще что-то который на основной канал не попадают по тем или иным причинам вот может быть тематика немножко другая но здесь я стараюсь их выкладывать как вы думаете что здесь ну конечно тема тема монет это сто процентов у нас тема монет тема денег картоночка и здесь журнал друзья журнал нумизматика фальристика который выпускает максим загреба известный каталог у него монеты украины и другие каталоги есть о боже какой он красивый посмотрите как классно стихон дизайн я обожаю тему дизайна если заметили на основном канале поменялся у меня дизайн на фартовый коллекционер вот если вы видели ставьте лайки в на этом канале вот здесь у нас конечно монетка 20 гривен ольга который дополняет серию потрясающая монета у меня еще к сожалению нет я не заказывал довольно дорогая ну то есть бюджет нужно иметь чтобы хранить такие монеты я пока пока приоритет расставляю ну как вообще хотел бы такую коллекцию из всех монет положить давайте посмотрим что в этом журнале будет у нас какие темы какие темы конечно же тема этой монеты которая серебра ольга вот у нас есть скульптурная пластика керамичные медали голка монета наверно про золотую монету из по листа я покажу конечно по фалеристику кому эта тема интересна фалеристика класс я обычно люблю посмотреть со стороны журнал с 97 года выходит в принципе и цена у него недорогая я ссылочку оставлю на сайте где можно заказать кстати по золотом условии тоже будет ссылочка там по промокоду монеты украины можно себе покрыть золотом что угодно любую монету любой ваш какой-нибудь кран дома и так далее вот у нас рассказывается здесь про монету ее характеристики 2500 пруф но свеженькие монетки да давайте смотреть что у нас я люблю конечно какие-то старинные темы тоже интересно почитать такие факты которые просто в интернете очень сложно найти бывает публикуются в таких журналах это расследование какие-то запросы к национальному банку по поводу монет они публикуются вот таких вот журналах гол штанга это конечно про евро евро 2012 есть у меня вымпел с такими монетками просто потрясающе очень красивый вот вот такие монеты у нас есть серебря у меня в нельзя беря и более дорогие конечно составе составные из двух частей тут огромное событие мы организовали конечно это просто невероятная был на чемпионате был футболе в харькове вот и тут соответственно такие монетки из золота гляньте какая монета но там она 500 гривен номинал но она там весит наверное полкилограмм я уже точно не помню вот и конечно потрясающе выглядеть эти монетки конечно вы видели в обороте жетоны вот смотрите кстати что за мой музей никопольский музей и там выставлены такие вот жетон интересно можете сможете почитать в этом журнале это эту тему скульптурная пластика гляньте есть на стен такие настольные медали которые выполняются в таком стиле они выглядят очень рельефно и в целом она они посвящены знаменитым известным и личностям сальвадор были и узнаю и что можно сказать конечно есть личности которые вот я лично очень уважаю мне бы хотелось да как-то почтить память и иметь какую-то такую медаль в идеале конечно саму попасть на медаль ну для этого нужно очень стараться каким-то деятелем нужно быть либо политическим до либо экономическим либо социальные какие-то темы поднимать довольно прикольно вот такие кстати медальки монеты или как это называется на настольные медали появляются на аукционах на виолете часто я простите часто видел вот венгрии горщина у нас мы видим здесь монеты венгрии первый раз листая журнал этот выпуск я более детально чуть попозже с ним буду знакомиться когда когда сниму для вас обзорчик вот что тут еще у нас керамичные медали но видите они довольно могут быть мало тиражные интересно если выпуски ограничены очень цветная гляньте как-то банистика занимается прям такие как и очень нравится красочные банкно ты когда много цветов много разных переходов какие-то интересные здания символы это просто кайф я пока не дошел до темы коллекционирования за ограниченных денег но они бывают безумно красивые а вот к собственный каталог про который я говорил максима загребы уже вышел новый относительно до двадцатого года там девятнадцатый год 1920 так что советую пользоваться для того чтобы познакомиться с теми монетками которые вышли с ценами ориентировочными приблизительными ну конечно же сейчас повлиял немножко карантин цены просели посмотрим как это скажется на том что они в каталоге я думаю какие-то позиции однозначно стали дешевле так ну что что у нас тоже ведь необычные такие фальристика значки знаки нагрудные которых вообще нигде не увидишь они только в музеях или в каких-то подобных книгах и журналах если то это интересно для тех кто ценит историю и будет разбираться и для себя ну понимать а что происходило в нашей стране да почему я пока собственно заказываю такие журналы потому что какие-то вещи прямо вот в интернете не найти связаны с фальристикой с монетами с какими-то такими вещами посмотрите да давайте дальше у нас уже осталось там буквально финальная страничка анонсы туда-то в основном стас на значки значки польской армии и вот вот такой журнал друзья я рекомендую с . будет на него в описании довольно интересно полистать мало недорого стоит а если заказывать себе подборку подписку то вообще очень круто вот так что друзья спасибо всем кто посмотрел этот ролик подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите что мне разыграть из этих монеток и ребятам кто челлендж передал мне всем привет пока пока